В 1947 году к спецслужбам США попадает роман Аллафа Степбелдога Последние и первые люди В нем все подробности секретного атомного плана «Манхэттенпроект» Автора казнили бы на электрическом стуле, если бы не год издания книги 1930-й Атомный план на страницах бестселлера был не разглашением гостайны, а удивительно точным пророчеством Английский писатель Чиил в 1896 году опубликовал рассказ о банде чудовищных преступников, которая опустошает Европу Название произведения Чиила – «СС» Морган Робертсон в романе «Крушение Титана» описал первый рейс гигантского лайнера, столкнувшегося апрельской ночью с айсбергом В результате погибло большое количество людей Большинству из них не хватило спасательных шлюпок Роман Робертсона вышел в 1898 году Через 14 лет затонул «Титаник» Меня зовут Анна Чапл И я начинаю расследование Ученые признали феномен ясновидения Все мы – немножко ясновидящие Могут ли люди, наделенные этим даром, менять судьбу человека? Начинаются совсем другие процессы, которые очень могут на диалог Почему те, кто умеет предсказывать будущее, сходят с ума? Это будет настоящая натуральная зверская битва Как открыть третий глаз? Ну, это практически всем, видимо, доступно И научиться читать мысли других людей Не существует приборов, которые могут эти вещи померить Тайны мира Ясновидение Я расстроила все тайны Так что же такое ясновидение? Уникальный дар, встречающийся лишь у избранных Или игра воображения впечатлительных натур? До 33 лет Ольга Моисеева даже не подозревала Что обладает какими-то сверхспособностями Она закончила с отличием школу Потом медицинский институт Устроилась на работу на телевидение Редактором медицинской программы Размеренный ход жизни прервал один случай Однажды, возвращаясь домой после полуночи Она поймала такси Разговорилась с водителем Таксист задавал какие-то вопросы И пытался рассказать о своей жизни И о своих мечтах А я сижу и совершенно четко понимаю Что мечты этого человека никогда не сбудутся Впереди его ждет совершенно не то, что он себе рисует Таксист оказался общительным человеком Пока он говорил Ольга погрузилась в необычное состояние Она как будто увидела будущее этого человека И картина, и текст, и динамика, и мысли, чувства Очень сложно разобраться вот в этом Просто водопаде, который Водопад знаний на тебя проливается Подобные видения Стали повторяться чаще Ольга поняла Что может даже читать Мысли окружающих людей Для себя она решила Рассказывая другим об их будущем Она никогда не будет сообщать людям Дату их смерти Даже если видит Что человеку осталось жить несколько дней Я однажды вмешалась Мне достаточно Я полгода лежала и умирала Без видимых причин С совершенно нормально работающим организмом Нам, как и большинству людей Трудно сразу поверить в то Что кто-то способен прочитать наше будущее И узнать наши тайны Ольга Моисеева действительно обладает Даром ясновидения Ольга соглашается Принять участие в нашем эксперименте И доказать это Это уникальная икона На ней изображен последний российский император Николай II И странная для тех времен надпись сверху Великомученик Икона была написана В 1798 году За 70 лет до рождения Николая Романова Ее заказал иконописцу Лазарю Павел I По пророчеству монаха Авеля О последнем православном царе Вот Царь отдает корону священнику Отречение от престола Николая II Произойдет только через 119 лет Здесь он вместе с семьей около крепости В заточении А тут его расстреливают Внизу даже можно прочитать надпись Расстрелян с семьей В правом нижнем углу Могила с уточнением Захоронен в неизвестном месте Каким образом Монах Авель Сумел предсказать эти события Затолка До рождения Царя Николая Самому Павлу I Заказавшему икону Авель предсказал Скорую смерть В точном соответствии с пророчествами ясновидящего монаха Император Павел I Был задушен в своей собственной спальне Группой заговорщиков В число которых входил его собственный сын Накануне смерти Павел I положил икону великомученика Николая в ларец Вместе с завещанием И опечатал Он наказал вскрыть тайник своему потомку Ровно через сто лет Павла I Убили в 1801 году А в марте 1901 Николай II В соответствии с завещанием прадеда Поехал в Гатчину Вскрывать загадочный ларец Из загородной резиденции Своего предка Последний император России Вернулся встревоженным И после этого говоря о будущем Называл 1918 год Роковым и для себя И для всей династии Монах Авель В миру Василий Васильков Один из самых известных ясновидящих В истории России Но за свои пророчества Он не раз оказывался В тюрьме или в ссылке И провел там Большую часть своей жизни Он предвидел пожар в Москве Во время нашествия Наполеона Предупреждал о восстании декабристов За 8 лет До выступления на Сенатской площади Он называл имена Очередность И даже политический курс Последних русских царей Начиная с Павла I В начале 19 века Авель предсказал Первую мировую войну Монах писал Война будет Великая война Мировая По воздуху Люди как птицы летать будут Под водою Как рыбы плавать Неудивительно Что в начале 19 века Его слова Никто не принял всерьез Как Авель Сумел предсказать Появление самолетов И подводных лодок За столетие До их появления Вероятно Люди боятся верить Ясновидящим Потому что Настоящее пророчество Трудно отличить От выдумки шарлатана А доказать можно Только свершившимся фактом Который Произойдет В будущем Я расстрою Все тайны Ольге Моисеевой Которая утверждает Что обладает Способностями К ясновидению Мы предложили Принять участие В эксперименте Мы отправляемся В один из парков Москвы Для того Чтобы Ольга Рассказала нам О фактах Из жизни Совершенно случайных Людей Которых Мы там встретим Вообще Для того Чтобы очень хорошо Рассказать о человеке Нужно как следует Сесть и настроиться И посмотреть на человека На минут 20-30 Но по условиям Нашего эксперимента Человек должен быть Случайным прохожим И время на знакомство Ограничено Ольга Останавливает Свой взгляд Вот на этой женщине И уже через Несколько секунд Высказывает Своё предположение О её профессии Женщина Скорее всего Работала Лаборантом На заводе Либо химической лаборатории Что-то связанное с химией Для того Чтобы проверить Свои предположения Ольга Подходит Познакомиться Меня зовут Ольга Представьтесь пожалуйста Светлана Сергеевна Светлана Сергеевна А кем вы работали? Ну мы уже много лет Пенсионеры Получается Ольга ошиблась Но она Уверена В своей правоте Поэтому Задает женщине Следующий вопрос Ну нам интересно Кем? Химическое предприятие Химическое Это невероятно Стопроцентное попадание Интересно Определить ли Ольга Зачем пришла В парк Вот эта девушка Стоит девушка Похоже Ожидает молодого человека Вы молодого человека Ждёте? Знакомого Молодого человека Да Получается Ольга Снова Дала Верную информацию Значит Её дар Действительно Существует И реально Работает Или она Использовала Свою логику И просто Сделала Удачное Предположение Мы Обязательно Выясним Это Наш эксперимент Продолжится В более сложных Условиях И в присутствии Специалистов Говорят Устами младенца Глаголит Истина Почему порой Детям Открывается Гаранцы Больше Чем взрослым 1941 год 5 июня 15-летний Московский Школьник Лёва Федотов Делает Запись В своём Дневнике Я думаю Что война Начнётся Или во второй Половине Этого месяца Или в начале Июля Но не позже О судьбе Ленинграда Новгорода Калинина Я боюсь Рассуждать Окружить Ленинград Немцы Ещё смогут Окружить Москву Они не смогут Ибо не успеют Замкнуть Кольцо К зиме Зимой же Для них Районы Москвы И дальше Будут Просто Могилой Через 17 дней 22 июня 1941 года Всё что Предсказал Лёва Сбылось Гитлеров Гитлеров Войска Вторглись На территорию СССР Затем Взяли В кольцо Ленинград В зиме Дошли И до Москвы Но захватить Её Не смогли Предсказания Которые могли бы Показаться Обычным Школьным Сочинением Сбылись С невероятной Точностью Школьник Перечислил Всех Союзников В Германии Предсказал Заговор Фашистских Генералов В 1944 Году Указал Протяжённость Фронта От Чёрного До Северных Морей Указал Причины Входа США В войну Крах Третьего Рейха И даже Последующую Холодную Войну Больной Туберкулёзом С плохим Зрением Лев Федотов Добровольцем Ушёл на фронт И не дожил До предсказанной Им победы 25 июля 1943 Года Он погиб В бою Под Тулой Знал ли Лёва О своей Скорой Смерти Неизвестно Почему Именно Этот Школьник Сумел Предсказать Ключевые События Будущей Войны Как Объяснить Феномен Ясновидения У обычного Подростка Ведь Применить Свои Сверхспособности На практике Он В силу Своего Возраста И положения Не мог Он Даже Не мог Никому Сообщить О своих Догадках Был бы Сразу Объявлен Врагом Народа Или Сумасшедшим Десять лет Назад Французские Учёные Протестировали Полторы тысячи Детей От трёх До пятнадцати Лет На способность Предсказывать Будущее В семидесяти Процентах Случаев Они оказались Ясновидящими Мама Шестилетней Полины Ольга Петракова Убеждена В том Что её Дочь Ясновидящая Предсказала Даже землетрясение В Японии Этой весной Она говорила Что маленькие Дома снесёт Что большие Останутся Стоять Говорила Что он Будет Зародиться Под землёй И выйдет В Японии Это вот Произошло Прямо Во время Съёмки Полина Решила Рассказать Какие Природные Аномалии Ждут Жителей России Летом 2011 Года Полин Что-нибудь Будет Случаться Я думаю Что Не будет А жарко Будет Летом Я думаю Что Будет Жарко А гореть Лес Будет Нет Но леса В Сибири Уже Начали Гореть Или Просто Девочка Предвидит Что Не будет Таких Страшных Пожаров Которые Как в прошлом Году Охватили Почти Всю Россию Таких Детей Как Полина Называют Детьми Индиго Считается Что их Аура Особенная Необычного Синего Цвета В православии Таких Детей Считают Одержимыми Бесами Об этом Нам рассказала Психотерапевт Татьяна Кашкарова Ребёнок Причём Дьяволом Через него Начинают Прощаться Родители Вместо Того Чтобы Покаяться Прочистить Из святых Тайн И обратиться Именно К тем Кто Обладает Даром Разорливости Даром Сновидения Начинаются Совсем Другие Процессы Которые Очень Даром Даром Псих Психологи Объясняют Это Очень Просто Маленькие Дети Общаются С окружающим Миром На равных Но Уже Начиная С 7 лет Эта Непосредственность Восприятия Уходит Человек Всё больше Начинает Использовать В своей Жизни Приобретённые Навыки И знания Забывая О тех Способностях Что Даны Ему От рождения Ребёнок Начинает Терять Непосредственность Непосредственно Восприятие Действительности Непосредственно Реакцию на действительность В ней появляется Такое качество Как рефлексия То есть Способность Осознавать Свою предшествующий Опыт Контролировать Свои действия И сознательно Выстраивать Свои поведения Считается Что ясновидение Как инстинкт Было развито У первобытного Человека Это помогало Ему Выживать Когда люди Научились писать И начали Передавать Свои знания Последующим Поколениям То их Безопасность Начала Зависеть Не от Шестого Чувства А от Накопленного Опыта Ученые Утверждают Несмотря на то Что со временем Эта уникальная Способность У людей Исчезла Мы все По прежнему Наследуем Ее На генетическом Уровне От наших Предков Но чем реже Используем Тем меньше Наше шестое Чувство Позволяет Предвидеть Будущее Интересно Что чем дальше Люди живут От цивилизованного Мира Тем больше Они имеют Способностей К ясновидению Индейцы Хопи Или Пуэбло Относятся К древнейшему Населению Северной Америки Люди Этого племени Их всего Около Шести тысяч Человек Настолько Ценят Свои Традиции Что Сознательно Не стремятся Стать Цивилизованными Людми Они Живут В резервации С начала Восьмого Века Хопи Отказываются От гражданства США И не получают Никаких Дотаций От правительства Сами Хопи Считают Себя Хранителями Земли А их Духовные Лидеры Уверены Пока живет Племя Живет И наша Планета В течение Года Они проводят Специальные Обряды И приносят Жертвы Духам Таким образом По мнению Хопи Поддерживается Баланс Добра И зла На земле Индийцы Верят В то Что если Эти обряды Прекратятся Земля Погибнет По их представлениям Мы живем Уже на четвертой Земле То есть Три земли Погибли Первая земля У них Сгорела Вторая Замерзла Типа Леденения Третья Погибла От потопа Именно на этих Плитах Утверждают Хопи Подробно Записано Все будущее Человечества Каждый год Наиболее сильный Шаман Получает От духов Новую информацию О грядущих Событиях Хопи Предсказали Первую Вторую Мировые Войны А сегодня Предвидят Третью Разрушительные Землетрясения В Калифорнии Японии И Турции Были Предсказаны Хопи С точностью До дня С удивлением Для себя Ученые Узнали Что в древних Текстах Индейцев Этого племени Были Записи О трагедии 11 сентября 2001 На каменных Табличках Было высечено В те дни Вы услышите О домах До небес Которые Упадут С большим Грохотом Духовный Лидер Племени Хопи Мартин Встречался С Евгением Файдышем Когда Российский Ученый Был в экспедиции В Северной Америке Когда я с ним Встречался Он сказал Что скоро Произойдет Мощный Конфронтация В Америке А потом Следующий Виток Войны В Залиме Начнется В 1991 Году Накануне Начала Вторжения Американских Войск Мартин От имени Всех Индейцев Хопи Созвал Большую Пресс-конференцию С целью Предупредить Американцев О надвигающейся Опасности Мы не Собирали Собирали Мы не Собирали И Собирали Именно Тогда Мартин Впервые Показал Журналистам Каменные Плиты С пророческим Текстом Он заявил Что операция Буря в пустыне Спровоцирует Третью Мировую Ядерную Войну Со Времени Начало Операции Буря в пустыне Прошло Уже 20 лет Но Ядерная Война Все еще Не началась Получается Предки Племени Хоппи Ошиблись Но Древние Предсказания Табличек Хоппи Не всегда Содержат Точные Даты С незапамятных Времен Жрецы И пророки Говорили Иносказательно Они Пересказывали Голоса Богов И эти Послания Свыше Нужно было Правильно Истолковать Я Расстрою Все Тайны Дельфийский Оракул Знаменитый Храм Аполлона В греческом Городе Дельфе Одно из самых Древних мест На земле Куда люди Со всего света Приходили Тысячи лет Чтобы услышать Пророчества Храм Аполлона Стоит На горе Парнас На высоте 700 метров Над уровнем Море Согласно Легендам Греческие Цари Поднимались К нему Несколько часов Чтобы услышать Пророчества Бога Солнца Откровения Аполлон Передавал Через специальных Прорицательниц Пифий Девушек Которым По преданию Не прикасался Ни один мужчина Перед сеансом Прорицания Пифия шла К источнику Который пил В скале Рядом с храмом И дышала Его испарениями Они помогали Ей входить в транс И слышать Голос Бога Аполлона Историки Говорят Пифии Всегда отвечали Путано Торжественно Нараспев Они произносили Сложные Строфы Которые мог Расшифровывать Только специальный Жрец Неправильное Толкование Значение Слов Прорицательниц Могло Обернуться Трагедией Сохранилась История О том Как один Греческий Царь Решил Напасть На соседнее Государство Перед Походом Он обратился К Каракулу За Прорицание Петя Сказала Что Да В результате Вашего Похода Погибнет Большое Царство Он Это Предил Так Что Он Своих Врагов Победит Он Начал войну Победили Его Большое Царство Погибло Многие Современные Ученые Уверены Испарение Источника Содержали Наркотические Вещества Может быть Предсказание Известных Пифий Их путанные Видения Это Результат Действия Галлюциногенов После Обмоления В этом Костельском Источнику Возможно Как раз Там Транс Запускался Место Совершенно Уникальное Но он Закрыт Для посещения Тоже Загадка Почему Ни в одном Туристском Гене Не написано Только в специальной Литературе Нейрофизиолог С мировым Именем Наталья Петровна Бехтерева Всю жизнь Занималась Изучением Мозга Сотни Научных Работ И исследований Несмотря на это Именно Она Незадолго До смерти Произнесла Свою Знаменитую Фразу Я поняла Что мы Ничего Не знаем О человеческом Мозге Сама Наталья Петровна Не раз Видела Вещи И сны И долго Изучала Феномен Третьего Глаза Объясняя Ясновидение Бехтерева Считала Что наш мозг Собирает информацию Анализирует Ее Составляет Прогнозы И наконец Выдает нам Один из Возможных Вариантов Развития Событий Ясновидение В частности Экстрасенсорика Вообще Она находится За пределами Внимания Науки Потому что Это явление Которое Возможно Существует А возможно И нет Но Абсолютно Неизвестно Никакие Физические Химические Физиологические Причины Которые Заставляют Ее Существовать Чтобы Выяснить Это На практике Вместе С Ольгой Моисеевой Мы отправились В научный Центр Где Занимаются Исследованием Деятельности Мозга Посмотрим Подтвердят Ли приборы Ее способность Предсказывать Будущее На голову Ольги Сотрудница Надевает Специальные Датчики Данные Исследования Можно будет Увидеть На мониторе Компьютера Вот Удачный участок И это Говорит о том Что Его зрительная Затылочная кора Эта женщина Ничем не занята Она ничего не видит Ничего Глазами не анализирует А это Ее спокойное состояние Состояние Расслабленного Бодрости Ольга Утверждает Она может По любой Принадлежащей Человеку Вещи Определить Где Находится Ее Хозяин Мы даем Ольге Браслет Екатерины Нашего Корреспондента Сможет ли Ясновидящая Определить Где Находится И что Сейчас Делает Владелица Браслета Ольга Говорит Что Сейчас Установит Связь С обладательницей Украшения Врач Следит За каждым Изменением Активности Ее Мозга На этой картинке Она начала Работать Она начала Решать Свою экстрасенсорную Задачу И произошла Активация Мозга Никакой Мистической Экстраординарной Активности Здесь тоже Не появляется Екатерина Находится В самом Центре Москвы Мы предлагаем Ольге Позвонить Нашему Корреспонденту По телефону И в разговоре Определить Ее Местонахождение У меня такое ощущение Что вы сейчас Не в здании Вы сейчас Находитесь на улице Для того Чтобы определить На улице Человек Или в помещении Не надо Быть Ясновидящим В трубке Слышен Уличный Гул И звук Машин Усложняем Задачу Чем Я Занимаюсь Вы Человек Гуманитарного Склада Скорее Что-то Пишущий Ольга Права Но опять-таки Не сложно Понять Что корреспонденту Нашей программы Часто Приходится Писать Но если Ольга Действительно Ясновидящая То она Сможет Определить В каком Районе Города Находится Екатерина Вы Находитесь В Москве И это Скорее Ближе К Юго-Западу Вот И первая Ошибка Провидицы Екатерина Сейчас В самом Центре Столицы Продолжаем Эксперимент Задаем Ольге Следующий Вопрос Что у меня В руках В данный Момент Вы Держите В руках Бумажку Бумажный Лист Не один Может быть Газета Но скорее Это просто Листки Какие-то Каким Образом Ольге Удалось Увидеть Бумагу В руках Екатерины Действительно Ли она Смогла Установить Некую Невидимую Связь С хозяйкой Браслета И мог Ли помочь В установлении Контакта Сам Браслет Нашего Корреспондента Некоторые Ученые Утверждают Что вещи Могут Обладать Собственной Памятью И энергетической Аурой Все Что долго Находится В руках Или Вблизи Человека Насыщается Его Энергетикой В 1961 Году Во французском Журнале Наука И жизнь Появилась Статья О ясновидящем Голландце Жараре Краузе Который Помогал Полиции Разыскивать Пропавших Людей Он был Первым Кто использовал Для этого Фотографию Человека Или Любую Вещь Которую Пропавший Держал Когда-то В руках Самый Громкий Случай В карьере Голландского Ясновидящего Успешные Поиски Пропавшей В Нью-Йорке Девочки Эдит Кикориус Жарар Краузе Не покидая Предела В Голландии Смог Не только Найти Тело Но и Описал Внешность Убийца Ребенка Краузе Получил от Американской Полиции Карту Нью-Йорка Куклу Пропавшей И ее фото Этого Ему оказалось Достаточно Для того Чтобы в течение Несколько часов Обнаружить Тело Эдит Но удивительный Что с его помощью Полиция Их без труда Арестует Способность Ясновидящих Считывать информацию О людях С предметов Или фотографий Парапсихологи Называют Психометрией Мы продолжаем Наш эксперимент С Ольгой Она На наших глазах Смогла Увидеть То Что делает Корреспондент Совсем В другом месте Москвы Неужели Ольга Действительно Ясновидящая Медицинский Сотрудник В растерянности Данные Электроэнцефалограммы Не регистрируют Ничего необычного В деятельности Мозга Но результат Эксперимента Доказывает Обратное Что в данном Случае Делает Мозг Делает ли он Какие-то Естественные вещи Либо это Вещи Сверхъестественные Мы не знаем Зарегистрировать Работу экстрасенс Зарегистрировать Ауру Таким способом Мы не можем Некоторые Ученые Считают Что у людей Обладающих Даром Ясновидения Развит Эпифис Рудиментарная Шишковидная Железа Которая У обычных Людей В процессе Эволюции Заметно Уменьшилась Этот Орган Располагается В основании Мозга И регулирует Большое Количество Функций Организма Человека В частности Отвечает За рост Многие Парапсихологи Считают Что эта Железа И есть Всевидящий Третий Класс По мнению Физика Ядерщика Владимира Кузнецова Некоторые Клетки Эпифиза Из которых Он состоит Работают Как приемно-передающая Антенна В шишковидной Железе Находится Кварцевый Песок Так вот Она Является Остро Настроенной Антенной Приемно-передающей У человека Обладающего Или выработавшего Свойства Экстрасенсорики При которой Он может Просматривать Все тело Вселенной Медики Правда Ничего Сверхъестественного В этом органе Не находят Они Не исследованы По той причине Что Они мгновенно Распадаются Как только Человек умирает Поэтому Патологоанат Хирургам Добраться До шишковидной Железы В процессе Деятельности Человека Невозможно Но врачи Признаются Никто И никогда Не исследовал Шишковидную Железу На предмет Способности К ясновидению Однако Еще с древних Времен Исследователи Придавали Эпифизу Особую роль Индуисты Называют Эту железу Аджна-чакра Глаз Шивы И око Мудрости Декарт Упоминал О ней Как об обиталище Души Сновидческим Оком Именовал Ее Шопенгауэр Может быть Она на самом Теле Ключ к изучению Паранормальных Способностей Человека Я расстрою Все тайны Мы решили Усложнить Наш эксперимент Посмотреть Что происходит С мозгом Человека Не обладающего Никакими Экстрасенсорными Способностями Но пытающегося Угадать Где находится Наш корреспондент И что делает Присоединяем К голове Испытуемого Датчики Энцефалографа Он берет В руки Браслет Нашего корреспондента И пытается Определить Где находится Владелица Этой вещи Здесь мы видим Участок Энцефалограммы Молодого человека Который О чем-то Задумывался Мы видим Активность Связанная В большей степени С движением Глаз И с мышечным Напряжением Вот такая вот Черная Сокчастотная Активность Теперь звонок Нашему корреспонденту И просьба Определить Его местонахождение Мне кажется Что сейчас Вы находитесь Где-то в тихом месте На улице Я слышу некоторые Звуки улиц В окно В своих ответах Андрей Использует Обычную логику Вопрос Что сейчас В руках У корреспондента Нашей программы Ставит Андрея В тупик Кажется Что у вас В руках Сигарета Или зажигалка Молодой человек Ошибается Интересно Есть ли Расхождение В показаниях Приборов Когда мы Исследовали Мозговую активность Ольги А потом Андрея Врач Сравнивает данные Полученные В ходе эксперимента И находит Отличия В обоих Случаях Мы видим Некоторое количество Альфа-ритма То есть Активность Расслабленную Бодростью Активность 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 Мозга 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 Впервые Обнаружил Слабые Колебания Активность 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 Работает в усиленном альфа-ритме, он получает доступ к потоку информации, который содержится в атмосфере планеты. У Ольги во время эксперимента был альфа-ритм мозга выше, чем у молодого человека. Поэтому она увидела бумагу в руках Екатерины. Врач Алексей Смечков к таким гипотезам относится настороженно. Каких-то научных, достойных доверия, трудов, которые точно доказывали, либо точно опровергали бы факт наличия ясновидения, я не встречал. Может быть, есть, может быть, нет. Так что же тогда помогло Ольге точно определить, чем была занята наша корреспондент в момент эксперимента? Может быть, именно браслет Екатерины существенно повлиял на результаты? Андрей тоже держал его в руках. Но именно Ольга смогла считать информацию с украшения и поэтому получить более точные данные о его владелице. Главный редактор журнала «Наука и жизнь», доктор технических наук Дмитрий Зыков, уверяет, «Никакой энергетикой вещи обладать не могут». Все практически поля существующие на сегодняшний день открыты. Когда говорят об энергоинформационных полях или про какие-то информационные излучения из космоса, то вот это как раз не меряется. И не существует приборов, которые могут эти вещи померить. Значит, скорее всего, этих вещей просто не существует. Но как же тогда объяснить известные исторические факты, которым до сих пор нет научного обоснования? 28 июня 1914 года австрийский эрцгерцог Фердинанд вместе с женой Софией в сопровождении кортежа проезжал по улице города Сараева на автомобиле марки «Греф-Ундштифт». Во время одной из остановок кортежа герцог и его жена были застрелены боснийским гимназистом Гаврилой Принципом. Именно это убийство положило начало Первой мировой войне. После трагедии автомобиль класса «Люкс» перешел к австрийскому генералу Патовеку, который славился своим умением выигрывать даже самый сложный бой. Однако после покупки этого роскошного автомобиля удача словно изменила генералу. После одного из разгромных поражений Патовек подал в отставку и уединился в своем имении, где, по слухам, сошел с ума и вскоре скончался. А роковой автомобиль перешел к новому владельцу, коменданту Югославии. В 1919 году машина на совершенно ровной дороге переворачивается, водитель погибает, а капитан лишается правой руки. Цепочка смертей, связанных с дорогим авто, начинает увеличиваться. В 1923 году автомобиль продаются аукциона. Его покупает успешный врач. Через два года машина переворачивается прямо на дороге. Врач погибает на месте аварии. Жертвами машины-убийцы стали 22 человека. Власти Австрии решили, что этого достаточно. Отныне автомобиль Фердинанда стоит в Венском историческом музее. В качестве экспоната. Можно ли было заранее предвидеть ту роковую роль, которую автомобиль мог сыграть в судьбе их владельцев? Доктор физических наук, физик-ядерщик Владимир Кузнецов давно участвуют в научных опытах, в ходе которых изучают необычные явления, которые не могут объяснить точки зрения уже существующих теорий. Ученый уверен, вся Вселенная – это сплошное информационное поле. Запечатлевается, реплицируется абсолютно все события, которые происходят в Вселенной до последнего бита. Выяснилось, что человек способен сканировать эту информацию. Физик-ядерщик уверен, совсем скоро видение ясновидящих можно будет выводить на экран монитора. Вы, скажем, можете экстрасенсу или ясновидящему, или психометристу дать какой-то предмет. Ну, например, предмет, относящийся к времен Куликового сражения. И он покажет, кто как воевал, где что находился и так далее. И вы это на экране видите. Это не будет кино. Это будет настоящая натуральная зверская битва. Еще 30 лет назад, во времена СССР, за подобную гипотезу любой ученый тут же был бы осмеян коллегами и лишен своих научных степеней. Советская фундаментальная наука базировалась на строгом материализме. И лишь ограниченный круг людей знал, что в ЦК партии к феномену ясновидения относятся очень серьезно. В 1982 году в Москве в секретной лаборатории Института радиоэлектроники проводилось масштабное исследование людей, которые, по их словам, обладали феноменальными способностями. Среди тех, чьи способности проверялись в той лаборатории, была Джуна Давидашвили, самая известная ясновидящая СССР, которая лечила все руководство ЦК КПСС, в том числе Леонида Брежнева. В силу особой секретности темы, к самим исследованиям был привлечен лишь узкий круг проверенных специалистов. Однако известно, что феноменальные способности Джуны потом изучали в психиатрической клинике имени Ганушкина, на базе которой располагался Институт психиатрии. Было сделано заключение, что, несмотря на все ее очевидные и очень яркие способности, все-таки предполагался диагноз психического расстройства, психического заболевания. Неужели все, кто называет себя ясновидящим, психологически нездоровый? А может быть, именно этот феноменальный дар и становится причиной подобных отклонений? Я расстроила все тайны. Многие медики убеждены, способность видеть то, что не под силу заметить обычному человеку, бывает лишь у людей с измененным сознанием. По мнению профессора психиатрии Юрия Полищука, дар так называемого ясновидения – сильнейший стресс для психики его обладателя. Конечно, если они интенсивно занимаются такого рода практикой и напрягаются внутренне, интеллектуально и эмоционально, то я могу заранее сказать, что это чревато психическими нарушениями и отклонениями. Полищук за свою долгую практику не раз встречал людей со сломанной психикой. И многие из них называли себя пророками. Скорее всего, речь идет о бредовых расстройствах, то есть бред величия у него. Он прорицатель, он провидец, он человек со сверхъестественными возможностями. Безумная Кассандра. Это выражение стало нарицательным. Согласно мифу, дочь царя Троя Кассандра была настолько красива, что в нее влюбился бог Аполлон. И в знак своей любви дал Кассандре дар ясновидения. Согласно древнегреческим мифам, красавица отвергла влюбленного бога. Аполлон наложил на девушку проклятие. Пророчествам Кассандры перестали верить. Ее обвинили в сумасшествии и не выпускали за пределы дворца. Несмотря на то, что все ее предсказания о падении великого города Трои и о гибели жителей сбывались во всех деталях. Почему же люди, обладающие даром ясновидения, часто объявляются сумасшедшими? И почему только сегодня ясновидение стало предметом исследований в серьезных научных лабораториях? По некоторым данным, в НАСА уже разработана система упражнений, обучающая космонавтов думать в будущем времени. И в полетах они находятся в состоянии, позволяющем непрерывно предчувствовать будущее. Космонавты рассказывают, теперь они предвидят возможные проблемы до их возникновения и успевают принять меры для их предотвращения. Подобная практика является и основой философии восточных боевых искусств. Именно такие, казалось бы, необъяснимые факты успешного проникновения в будущее заставляют ученый мир продолжать исследования в этом направлении и выдвигать все более сенсационные теории. Однако не все специалисты настроены так оптимистично. Пока нет реальных доказательств механизма действия дара ясновидения серьезно к возможности предвидеть будущее относиться не стоит. Это все ненаучная реальность. И если мы не можем проверить, не подтвердить, не опровергнуть, то говорить об этом явлении как о реальном у нас нет никаких оснований. И это единственная возможная точка зрения ученого. Она не сенсационная, она скучная. Поэтому, может быть, ее и не слушают. В 1837 году Парижская медицинская академия учредила премию в 3000 франков за фактическое доказательство ясновидения. И вот уже почти два столетия эта премия не находит своего обладателя. Хотя французские академики предложили провидцам пройти очень простой тест. Ясновидящим предлагалось прочитать текст на бумаге, который медики помещали в непрозрачный пакет. В течение нескольких десятилетий многие пытались пройти это испытание. Но никому этого сделать не удалось. Подобные эксперименты проводятся во многих странах Европы. Но в результате до сих пор не появилось ни одного человека, заявившего себя в качестве ясновидящего и выполнившего такое простое задание. Так что же тогда ясновидение? Вечная фантазия человека о сверхспособностях, которыми обладали герои сказаний и легенд? Дар, данный нашим предкам, чтобы предугадывать опасности и выживать? Или инструмент, которому современным ученым еще предстоит найти инструкцию по эксплуатации? Ведь когда это случится, для человечества начнется по-настоящему новая эпоха.